Поехал в Магас, весь день дождь шёл. И тут такое явление. За другой горой солнце вышло и светит на эту. И такой туман стелется по лесу. Откуда-то снизу вот там подымается от реки. И по горе подымается наверх. Знаете фразу из GTA 4? Конец света! Блин, ну не получается у меня интонацию спародировать. Какая-то женщина там бывала, говорила периодически на тротуаре. Проезжаешь мимо, конец света! Когда что-то вытворяешь на тачке, крутое. Так вот, я выхожу на улицу и офигеваю, тут что-то оранжевое такое небо. Это не я камеру как-то криво настроил. Тут реально освещение такое. С одной стороны красиво, но как-то немного страшновато с непривычки. Мы же не на Марсе. Во как! Офигеть! Я такое только в видеоиграх видел. Из того, что вспоминается, первое это Xenous 2, белое золото. Если кто играл, это такая шутер-рпг типа. На острове там бегаешь. Прям вот я небо удивляюсь. Небо это единственное, что у всех стран мира общее. Окружение, климат, люди, менталитет. Остальное глянешь, оно все такое разное. Это Хэллоуин, Хэллоуин, Хэллоуин. Всем приветики. И да, я опять купаюсь. Вчера был очень напряженный день, было жарко, и я прям мечтал искупаться. Но возможность вылезти появилась только сегодня. К тому же, посмотрите, какая погода. Не облачко, красота. Так что я опять на реке. На офигенно чистой реке. Надо еще на море будет съездить. Сейчас искупнусь и полезу делать дела, которые на сегодня запланированы. Искупнулся. Ну, это, конечно, пожестче. В смысле температуры, чем купаться в фонтане и в море. Если по баллам холода оценивать, в море где-то на троечку холодно в октябре в Сочи. В фонтане где-то на пятерочку. А в реке, ну, на семь, где-то на восемь. Это я еще что-то поехал, солнце уже за горы зашло. Вечерком. Поэтому долго не поплаваешь. Караван идет по дороге, так кричит забавно. Не успел камеру включить. Это продолжение. Наступил другой день. Сейчас поедем в Магас на великах с сестрой. И может там по пути где-то на скейте еще покатаемся. Ну как, попытаемся покататься. Так это примерно звучит. Мы приехали на небольшой рыночек. Тренироваться. Закупили с помидорами. Неидеальная дорога. Ты издеваешься? Неидеальная? Да все, что ты можешь и не сказать. Короче, я попробовал. У меня на удивление уже чуть получилось. Да получше, чем тогда на площади получалось. Ого! Все. Моя очередь мутить. Меня немного звук пугает. У меня похожая проблемка. Я неверно позиционирую одну ногу. Левую ногу ставлю слишком спереди. И иногда пугаюсь. Вперед. Кувык. Это мне в горку не особо хочется пробовать. Сейчас попробуем там в тоннеле чуть-чуть на рынке. Там покрытие более мягкое. Какой-то бетон особый там залит. Чуть там еще проедемся. И поедем уже что-то ближе на район пробовать. Что скажешь о первых попытках ездить? Это не первые попытки, во-первых. Во-вторых, это тяжело. А еще вы сильно его расстресли. Он не был такой мягкий? Да. Он вот так вот не качался, как колыбинка. Да уж. Жестко раскрутили. А еще он ужасные звуки издает. Поэтому я хотела купить силиконовые коносы за 4000. Которых у меня, конечно же, нет. И не слышать вот этих вот ужасных звуков. Когда едешь, типа, как он шумит. Ладно, погнали в тоннельчик. Скейт точно не для тех, кто думает, что земля лава. Земля не лава. Странно, оказалась тут более ровная поверхность. А получается у нас тут хуже, чем на улице, на парковке. Я въезжаю в стройку. Ну, поднимать ты ее, конечно, не будешь. А, тут даже можно подзаправиться. Круто. Это, конечно, хорошо. Он тут скорость не теряет. Едет раза в четыре. А, тут даже нужно подзапрать. Ах,�. Да я могу. Да я не понимаю. Да я тебе пока. Круто. Чик, курто. Что? Смотри, короче, снимай. Молодец, капец, в каком сложном стиле, это можно сделать как у гопкина. Да, который еще не умеет ездить, но уже учится прыгать. Снимай низко, бум-бум. Привет. Ладно, нам пора поковаться и ехать в сторону хаты, уже темнеет, еще дождь начинается. А через несколько дней при попытке поднять стройматериалы на 15-й этаж грузовым лифтом, мы в нем застряли. Он доехал до 9-го этажа, куда нужно было попутчицу, с которой мы ехали, и не хотел открывать там дверь. Метался между 10-м и 9-м этажами, раз 15 пытался подъехать к 10-му, возвращался к 9-му и в итоге окончательно завис. Мобильники в нем абсолютно не ловили сеть. Мы немного застряли в лифте. Позвоните кто-нибудь, лифт застрял! Люди! 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 Захраль! Захраль! Ее, по-моему, нету. Она помыла и ушла. Нет, она только в 9-м. Захраль! Вентиляции в нем не было, тетка начала паниковать, но в итоге нас оттуда освободили силой, открыв двери с другой стороны, с этажа, и все было нормально. А я даже и не парился в этот раз. Это не первый раз, когда я застреваю в лифте. Позвоните кто-нибудь! А кто куда позвонит? Захра где, не скажете? А? Захра где? Я никого не знаю. А вы на каком этаже? На 9-м. А у нее ключик есть, да? Мы ей скажем, она позвонит Юсуфу. Угу. Нет, сиди. Так, гляди, что с экраном встало. 0-9. Ну все, он пошел, что он встал. Нет, это уже все. Электроника пошла. Да, пошла. О господи. Там хочется вырастить, нецензурной броня. И это не первый раз такое? Да у вас? Я первый раз. Слышишь? Алло! Захраль! Я вот стою в лифте, застрял на 9-м этаже. Ой, тут нет сети. Позвони кому-то. Юсуфу или Ваху. Этому на Вэта. Ваху. Слышишь? Ну-ка, давай меня отсюда, позволяй, а? Ну что, в лифте застряли? Позвони кому-нибудь. Нет сети. Вахтангу позвони. Не знаю, получается у него, перезагруз, вот эта вот неровность какая-то получается. Я не знаю, в чем проблема. Устроился с удобствами. Вот здесь портил все. Мужики. В хороших домах, хорошие лифты, там люди грузят и все в мост. Ну да. Да! Привет! Что? Дверь. Открыть хочешь? Ну что, открыть? Ну что? И этот был более комфортный, чем в прошлый раз. В прошлый раз нас вообще монтировкой мужик вызвалил со старого СССРовского лифта. А вот тетка начинала паниковать и шуметь. Ну ничего страшного. Выбрались и вроде все норм. Вон, короче, сзади высотка. Вот те вот две. Фигово их видно уже в темноте. Ну вот там вот мы и встряли сегодня. Конкретненько так. Ездили, ездили полдня и все-таки на последнем рейсе встряли.